СНТ имеет право применять определенные законом и уставом меры ответственности к своим членам, которые нарушают правила дачно-садового общежития. Все меры воздействия можно разделить на дисциплинарные и материальные. Сразу отметим, что правление товарищества вправе применять меры воздействия не во всех случаях. Например, председатель или правление СНТ не могут заставить садовода, который в нарушении СНИ по 30 февраля 1997 года построил жилой дом в одном метре от забора, перенести его на положенное расстояние. Однако вынесенное в таком случае предупреждение о несоблюдении норм устава и требований строительных правил существенно облегчит жизнь председателя при очередной проверке. Фактически товарищество может воздействовать на нарушителя с помощью предупреждения и штрафа. Те, кто намерен включить в устав положение о возможности лишить провинившегося права собственности на участок, должны знать, что оно не соответствует законодательству. Право собственности защищается законом, поэтому ни председатель, ни общее собрание не имеют возможности вынести такое решение. Нарушителя можно исключить из членов товарищества и отказаться заключать с ним договор на пользование объектами общей инфраструктуры. Такие полномочия у СНТ есть.